Мягкие тапочки для гостей и быстрая экскурсия по дому. Съемочную группу канала Чита Кудрявцев встречает на пороге и сразу же увлекает за собой. В квартире, отремонтированной руками Анатолия Леонидовича, прошли долгие 50 лет совместной жизни с Татьяной Анатольевной. А началось все с подготовки к концерту. Нас привели туда, в роту, построили хор, а они как бы сверху, девчонки, ну подпевали голоса. Это все, они все собирались, а потом Краснощук сказал, убрать всех, давайте нам солистов. Вот мы солистки были. Плесала, пела, все. И мы пока познакомились, еще когда замуж вышла, и все, он сказал, хватит плясать. Свою семью супруги считают крепкой и достойной. Он заслуженный строитель, она бывший работник торговли. Кудрявцева вырастили сына и воспитали внучку, принимали активное участие в домоуправлении. Поэтому и решили подать заявку на получение знака «Семейная доблесть». Ведь есть за что. Но на заявление пришел отказ. Причина – в момент подачи заявки до круглодата кудрявцам не хватало двух месяцев. Что за комиссия будет определять, кому давать эти знаки? Ну как так? Ну если сказали, что у нас где-то порядка 180 пар или 170 с чем-то там. По краю? По краю. Ну и что? Ну давайте выбросим половину, половину дадим. А почему тем не дать? Многие даже не знают, что это есть. В Думе города Владивостока, куда стекаются все поданные на конкурс заявления, объяснили, что юбилей пара должна отметить до 1 сентября текущего года. Получить почетный знак в краевой столице могут лишь 20 семей. Кто попадет в число счастливчиков, решает специальная комиссия. Для остальных второго шанса не предусмотрено. В Думе уточнили, что пары, не согласные с решением комиссии, могут его обжаловать. Татьяна Анатольевна вместе с внучкой Настей сейчас собирают документы и готовятся снова участвовать в отборе уже в следующем году. Молодым парам золотые юбиляры советуют уступать друг другу, хранить верность и заботиться. Марина Зубко, Анастасия Лихман. Новости на восьмом.